Буквально вчера специально для этого видео я сшила вот такую ветровку для своей дочки. Немножко не дошила, осталось шить только низ и пришить манжеты. Изделие с этикеткой, например, и изделие без этикетки выглядит абсолютно по-разному. Я думаю, что все вы раньше сейчас, когда приходите в магазин, видите, например, джинсы. Одни джинсы висят с такой красивой этикеткой из крафт-бумаги, крафт-картона какого-то бумажного, где очень красиво все напечатано и висят другие джинсы с более такой обычной этикеткой бумажной. Естественно, вы сначала посмотрите на первый товар, чем на второй. Поэтому я вам показываю на примере о том, как можно использовать бирки-этикетки, составники-размерники в своем изделии. Согласитесь, такое изделие получить намного приятнее, чем изделие без этикетки. Вот представьте, как бы эта ветровка смотрелась без этикетки. И сейчас я предлагаю вам вместе со мной распаковать одну посылочку и посмотреть, как же можно украсить свои изделия и преподнести их ярко еще до того, как ваш заказчик распакует посылку. Итак, вот я буквально на этой неделе получила новую посылку и показываю ее вам. Тут у меня вот такие бирочки пришивные, как вы видели на ветровочке, которую я только что показывала. Также у нас тут есть вот такие вкладыши с рекомендациями по уходу. Я еще не открывала, но сделаю это с вами. Вот, кстати, в магазинчике я это все заказывала. Ссылки, как всегда, абсолютно на все, что было в этом видео, я оставлю в описании. И вот такая вот красота. Мне делали макет отдельно, он у меня уже был давно, но распечатать их все никак не доходили руки. Я очень долго наблюдала за этой страничкой в Instagram. И мне очень понравились работы девушки, она спечатает абсолютно все, то есть какие-то термотрансферы, этикетки, бирки на разных лентах. Это могут быть силиконовые ленты или вот как у меня атласная лента. Вот, смотрите, какая красота. Есть чуть-чуть нарезанных, вот покажу вам их поближе, как у меня на курточке и также в рулончике. Еще вы знаете, что у меня есть магазин тканей, и я также отправляю и упаковываю заказики. И тут у меня вот такая вот штучка с наклейками. Вы просто отлепляете их и приделываете на пакетик. Тоже очень красиво смотрится, когда вы упаковываете так свои заказы. Это могут быть какие-то другие изделия, нежели ткани. И еще мне положили вот такой классный подарочек. Сейчас я попытаюсь его распаковать. Вообще, чем мне просто понравился этот магазин, там постоянно есть какие-то скидочки, акции. Печатают для вас отдельные, дополнительные, например, трансферы в подарок. Или дают вот такие вот наклеечки, или какие-то бирочки. То есть сейчас там вне акции просто постоянно при заказе вот таких вот бирочек вы получаете несколько штук бесплатно. Еще забыла вот вам показать. Мне положили в подарок вот такие термотрансферы для тех девочек, которые шьют одежду для малышей, какие-то футболочки, еще что-то. Это просто очень классные штуки. Я думаю, что мы с вами еще отдельно что-нибудь сошьем с трансферами. И я покажу их, как нужно приклеивать. Приклеиваются они легко и носятся просто отлично. Вот, смотрите, сейчас на примере вот такой ткани. У меня плюшит, просто отрез плюша. Покажу вам, как красиво можно упаковать и отправить заказ. Это может быть не обязательно ткань. Это могут быть какие-то детские вещи, текстильные изделия и так далее. Я пользуюсь вот такими пакетиками на клейкой ленте и вот такой ленточкой. Они продаются в магазинах с канцелярией. Я их покупаю оптом, рулончиками. Вот вы отрезаете, например, вот такую веревочку. Обматываете ей ткань. Завязываете. Красиво. И перед тем, как вложить пакетик, можно еще сюда положить. То есть, если это у вас, например, какие-то рекомендации по уходу есть, да, то есть вы вкладываете, опять же, вот так. Но я вложу со своих изделий, из готовых уже не по ткани, но в любом случае. Как пример, вот вы вложили, затем ткань в пакетик. Плюс, мне очень удобно показывать, потому что он слишком мягкий и приходится его расправлять. Ну, в общем, суть, я думаю, не знаю. То есть вы вот так вложили, отогнули. То есть мы оборвали защитную ленту. И, например, взяли вот такую наклеечку. Вот она легко отклеивается и прекрасно липнет. И куда-либо приклеили. Можно сделать это вот так посерединке. Можно куда-нибудь на уголочек. И согласитесь, даже пусть это будет обычная ткань, получить посылочку вот в таком виде намного приятнее, чем просто упакованную в пакетик. Человек здесь может прочитать все ваши рекомендации по уходу. Это немаловажно в изделиях ручной работы. Это вообще самое, наверное, главное, что есть. Красивый бантик и наклеечка. Ну, у меня на этом все. Я напоминаю, что все ссылки оставлю на магазин и на все остальное в описании под видео. Всем спасибо. Пока-пока.